ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ В СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ Здравствуйте, ребятушки! Садитесь поудобнее и готовьтесь к путешествию в мир книг. Привет, Сонечка! Наконец-то ты к нам пришла! Учить? Получить! Здравствуйте, Василий Андреевич! Играть, проиграть. Нет, это слишком просто. Привет! А вот и я, попугай Флинт. Соня, привет! Играть, копать, играть и брать. Нет. Что это? Что ты говоришь? Играть, рать. А, при чем тут рать? Нет. Играть. Что происходит с нашей Соней? Она совсем разучилась нормально говорить. Да нет. Просто я рифму ищу. Рифму? А это зачем? Неужели теперь детишки играют не в индейцев, не в пиратов, а в поэтов? Ну, что в этом такого, Флинт? На мой взгляд, подобные игры могут быть не менее занимательными. Сколько трагедий, сколько тайны в судьбе поэта. Эх, если бы это было только игрой. Неужели все так серьезно? Мне стоило догадаться, твой интерес к книгам и тонкая душевная организация, когда? Когда ты почувствовала в себе призвание к поэзии? Ну, если честно, я не очень поняла, о чем вы. Ничего я не чувствовала. Просто нам задали сочинить стишок о школе. А у кого лучше будет, тому пятерка в четверти. Сразу. А вы подумали, что она действительно стала маленьким патом? Как это наивно, Василий Андреевич, всюду корысть, все ради пятерки. Флинт! Да-да. Вредный ты. Я, между прочим, уже второй день мучаюсь. Никак не могу сочинить. Скоро уже по ночам эти рифмы сниться будут. Совсем как Петру Мунку. Это кто? Поэт? Нет, не совсем поэт. Он был угольщиком. Ой, а это как? Расскажите. Ну, была такая работа раньше, когда в каждом доме была печь или камин, потому что другого отопления не было. Угольщики жгли дерево, превращая его в уголь, а потом этот уголь продавали. Зачем покупать уголь? Разве нельзя топить печку обычными дровами? Ну, как мы на даче? Ну, угли загораются быстрее и дают больше жара. Ясно. Но зачем угольщику сочинять стихи? И откуда вы его знаете, если он жил, когда еще батареи не было? А, из книги, да? А, он персонаж? Ну, конечно, Сонечка. Петер Мунк – герой книги «Холодное сердце», которую написал немецкий писатель Вильгельм Гауф. А вот зачем ему понадобилось сочинять стишок, ты узнаешь, если мы начнем читать эту книгу. Ну, что? Спрашивайте, когда это я от книги отказывалась? Никогда еще угольщику Петеру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь. То чудилось ему, будто Михель-великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Михель трясет мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит, звонко и заманчиво. То ему чудилось, что стеклянный человечек верхом на большой зеленой бутыли разъезжает по всей комнате, и Петер опять слышит лукавый тихий смешок, который донесся до него утром из-за большой ели. И всю ночь Петера тревожили, будто споря между собой два голоса. Над левым ухом гудел хриплый густой голос. Золотом, золотом, чистым без обмана, полновесным золотом набивай карманы, не работай молотом, плугом и лопатой, кто владеет золотом, тот живет богато. А над правым ухом звенел тоненький голосок. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Ну, а как дальше, Петер? Как там дальше? Ах, глупый-глупый угольщик Петер Мунк не может вспомнить такие простые слова. А еще родился воскресный день ровно в полдень. Придумай только рифму к слову «воскресный», а уж остальные слова сами придут. Петер охал и стонал во сне, стараясь припомнить или придумать забытые строчки. Он метался, вертелся сбоку-набок, но так, как за всю свою жизнь не сочинил ни одного стишка, то и на этот раз ничего не выдумал. Как же я его понимаю? Рифмы – это ужасно сложная штука. Но почему ему так важно было сочинить этот стишок? И что за два голоса? Кто эти двое? Все дело в легенде. В какой такой легенде? Про стеклянного человечка и Михеля-великана. Но для того, чтобы узнать ее, надо вернуться к началу книги. Я бы предпочла двигаться вперед, но знаю, знаю. Сперва надо во всем разобраться. Читаем? Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Ну, теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет. Но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь такое, как и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек, добрый друг людей, всегда являлся в широкополой островерхой шляпе, в черном камзоле и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель-великан носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должно было пойти добрых полсотни телячьих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то лесными духами пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню. Шварцвальдскому? Шварцвальд? Это место такое? Где? Ну, это горы на юго-западе Германии. А по-русски это слово означает, ну, чернолесье. Вот в этих-то черных лесах и водились духи. Понятно. Но только при чем здесь стишок? Видишь ли, эти духи не появляются просто так. Вот, например, стеклянный человечек являлся лишь тем, кто родился в воскресенье. Ой, а я не знаю, когда родилась. Но и тут все непросто. Человек, рожденный в воскресенье, должен был найти самую высокую ель в лесу и под ней прочитать волшебный стишок. Тот, который пытался досочинить Петер? Ну да. Он слышал этот стишок давно, в детстве. Поэтому часть забыл. А стеклянный человечек появляется только если произнести весь стишок. Ммм, вредный какой! Ой, зачем все так усложнять? Понимаешь, духи могут исполнять желания людей. Если бы каждый мог их встретить, ну, сама понимаешь, это было бы слишком уж легко. А с Михелем Великаном на первый взгляд проще. Петер Мунг встретил его в лесу, когда шел к стеклянному человечку. И что? Он исполнил его желание? Кстати, отчего хотел Петер? Петер хотел денег. Ему надоело быть простым угольщиком. Он завидовал первым богачам своего города и хотел сам разбогатеть. Михель Великан вполне мог помочь ему, потому что к нему обращались именно, когда хотели золото. Он и сам предложил Петеру помощь, но... Что? Он отказался? Почему? Потому что о Михеле Великане ходили разные слухи. Говорили, что за свою помощь он требует слишком большую плату. Проценты? Не совсем. Но об этом позже. Пока что Петер пришел к стеклянному человечку, и тот разрешил ему загадать три желания. Первые два любые, но третье только с одобрения духа. И что он попросил? Денег, конечно. Ну, первое его желание было хорошо танцевать и, как ты предположила, деньги. Но в этом деле важна формулировка. Он попросил, чтобы у него в кармане всегда было столько же денег, сколько у самого богатого человека в городе. Ой, это зря, да? Ненадежно как-то. Еще как. А второе желание? Второе желание – стекольный завод. Ну, а третье – стеклянный человечек велел Петеру приберечь на потом. Это правильно. А то как-то он не очень умеет загадывать желания. А ты бы, конечно, загадала что-то получше. Ну, конечно. Ну, и что, например? Ну, я бы придумала. А ты? А это секрет. Фу, так неинтересно А вы, Василий Андреевич, что бы вы попросили у стеклянного человечка? Ты думаешь, я бы пошел ночью в лес, чтобы читать стишок под елью? Но три желания же Ну, я думаю, что лучше самому чего-то добиваться, чем просить у духов Почему? Да потому, что и Петеру Мунку это счастье не принесло, а значит и мне вряд ли Не принесло? А как же его деньги, которых он так хотел? И стекольный завод, ему же надоело быть угольщиком Теперь он мог делать, что хотел А толку-то? Завод он быстро забросил, все чаще стал ходить в трактир и играть Ну, проигрывать те самые деньги, которые прежде были так ему нужны Но в конце концов он разорился и решил попытать счастье у Михеля Великана Ну, как же плата, которую тот просил? О, вы же так и не сказали, что это было Помнишь название книги? Да, холодное сердце, а что? Так вот, платой за золото Великана было горячее человеческое сердце Петер Мунк пришел к Михелю и тот показал ему сердца всех богачей города, которые они променяли на золото Как же можно отдать свое сердце? Разве без него можно жить? Ну, Великан все-таки волшебник Видишь, сказал Михель Великан Ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от всяких забот, тревог, неприятностей И прекрасно чувствуют себя с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца Да, но что же теперь у них в груди вместо сердца? Спросил запинаясь Петер, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал А вот что! Спокойно ответил Михель Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце Это? — переспросил Петер, задыхаясь, и холодная дрожь пробежала у него по спине Мраморное сердце? Но ведь от него должно быть очень холодно в груди Ну, конечно, оно немного холодит, сказал Михель Но это очень приятная прохлада Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце А летом, когда и без того душно и жарко, ты и не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко А главное, оно-то уж не забьется у тебя Ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости Очень удобно Камень вместо сердца? Так вот почему оно холодное И что, Петер, он отказался? Или? Или Этот дурачок отдал свое сердце и позволил вставить на его место камень Ну, с тех пор у него было много денег, но не было счастья Ведь какое же может быть счастье, если внутри тебя камень? Точно дурачок Но он же мог передумать? Или не очень? Ну, разве ж Михель-Великан позволил бы ему Да и к тому же холодное сердце не знает сомнений Неужели он так и остался с холодным сердцем? Нет, так не может быть, это же книжка Ну, конечно Ведь оставалось еще одно желание у стеклянного человечка А значит и надежда была Точно! Стеклянный человечек мог помочь вернуть сердце Вот только с чего бы ему этого захотеть, если у него внутри камень? Есть что-то, что и камень согреть может Что? Солнышко? Оно может согреть камень, который лежит на земле Но не тот, который в груди человека Нет, Петеру пришлось пройти испытание Чтобы понять, что не будет ему счастья без горячего сердца Какое испытание? Ну, нет, так не пойдет Об этом ты и сама прочитаешь Скажу лишь, что Петер понял, какую ошибку совершил И попросил доброго духа о помощи Тот согласился дать совет Но вернуть сердце Петер должен был сам И как он его вернул? Хитростью А какой ты все-таки ловкий обманщик, Михель Сказал он, хитро поглядев на великана Ведь я было совсем поверил, что ты вынул мое сердце и положил вместо него камень То есть, как это так? Сказал Михель и даже раскрыл рот от удивления Ты сомневаешься в том, что у тебя каменное сердце? Что же, оно у тебя бьется? Замирает? Или, может быть, ты чувствуешь страх, горе, раскаяние? Да, немного, сказал Петер Я прекрасно понимаю, приятель Что ты его попросту заморозил И теперь оно понемногу оттаивает Да и как ты мог, не причинив мне ни малейшего вреда Вынуть у меня сердце и заменить его каменным? Ха-ха-ха! Для этого надо быть настоящим волшебником Но уверяю тебя, закричал Михель Что я это сделал Вместо сердца у тебя самый настоящий камень А настоящее твое сердце лежит в стеклянной банке Рядом с сердцем и языки ли толстого Если хочешь, можешь посмотреть сам Петер засмеялся Есть на что смотреть, сказал он небрежно Когда я путешествовал по чужим странам Я видел много диковин почище твоих Сердца, которые лежат у тебя в стеклянных банках Сделаны из воска Мне случалось видеть даже восковых людей Не то, что сердца Нет, что там, не говори Околдовать ты не умеешь Михель встал и с грохотом отбросил стул Иди сюда! Крикнул он, распахивая дверь в соседнюю комнату Смотри, что тут написано Вот здесь, на этой банке Сердце Петра Мунка Приложи ухо к стеклу Послушай, как оно бьется Разве восковое может так биться и трепетать? Конечно, может Восковые люди на ярмарках ходят и говорят У них внутри есть какая-то пружинка Пружинка? А вот ты у меня сейчас узнаешь Что это за пружинка? Дурак! Не умеет отличить восковое сердце от своего собственного! Михель сорвал с Петра камзол Вытащил у него из груди камень И, не говоря ни слова, показал его Петеру Потом он вытащил из банки сердце Подышал на него И осторожно положил туда, где ему и следовало быть В груди у Петера стало горячо Весело и кровь быстрей побежала по жилам Он невольно приложил руку к сердцу, слушая его радостный стук Михель поглядел на него с торжеством Ну, кто был прав? Спросил он Ты, сказал Петер Вот уж не думал признаться, что ты такой колдун То-то же, ответил Михель, самодовольно ухмыляясь Ну, теперь давай я положу его на место Оно и так на месте, сказал Петер спокойно На этот раз ты остался в дураках, господин Михель Хоть ты и великий колдун Я больше не отдам тебе моего сердца Ой, но этот великан гораздо сильнее Петера Как же он спасся Ну, теперь, когда он вернул себе свое сердце, никто не мог его победить Как хорошо Ну вот, мне пора уже идти, придется дочитать книгу позже Спасибо вам и до свидания Пока, Соня И удачи со стишком В стране литературных героев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!